То есть, не магия, а что-то другое? Эрнеста. Гиганта-сама называла её «Кирифуда», но... Эрнеста, ведь лорд Гиганта называл её нашим тузом. Так, что он имел в виду? Ну, только то, что и сказал. То, что она является нашим козырем. Так, значит, это девушка? Вот именно. Она сыграет главную роль в нашем плане. И чтобы положить конец этой войне, нам нужна вещь с огромной магической силой. То есть, это магический предмет, который, скажем так... Сейчас, секунду. То есть, это тот магический предмет, который прошнет баланс сил. Господи, и тут Хаскалина. Вы чё, серьёзно? Правильно. Но, чтобы создать его, нам потребуется сила Хаскалина. Но Хаскалина, это же... Ларва... Меркуриуса. И разве он не был запечатан за то, что создавал оружие, именно плеть хвоем? Да, это действительно так. Ведь тьма изменила его. И он стал, скажем так, запечатан... И он, скажем так, был запечатан богами. Но... Это не значит Хаскалина. Однако... Нельзя сказать, что Хаскалина... ...был действительно злым. Если Хаскалина создавал зону для людей, то, что Хаскалина не было проблемой. Изначально его оружие было для людей, но оно попало в руки тьмы. И разве справедливо было его наказывать за это? Что ж... Его мастер, Меркурий, был на нашей стороне. Но... Похоже, они ввели его в заблуждение. Мне жаль его. И... Для того, чтобы сломать печать, которую держит Хаскалина, нам нужна ее сила. И... Как она... Собиралась это сделать? В ней скрыта сила, которая способна на это. И... Именно поэтому... Она была... Ключевой фигурой в нашем плане. И мы собирались воспользоваться ее силой, чтобы освободить Хаскалину. Но... Однако сейчас... Она уже на это не способна. Но... Это... Потому что... Теперь... Ее... Сила... Внутри меня. И похоже, что... Ее магическая... Сила так же... Передалась тебе. И эта сила однажды вернется к ней. Но я не могу сказать, когда это произойдет. Но... Все же это произойдет. Но... То... В чем мы так нуждаемся. Я не думаю, что... Это будет так просто вернуть. Но... Если она обстрелась к ней, то нет проблем. Но... Как ты сам себя внести. Я не знаю, что вы не понимаете. Так... Секундочку. Секундочку. Чуть меня... Торренто тут бушует слегка. Вот так вот. Ху... Ну что ж... Будем надеяться, что... Она вспомнит, как это случилось. И что эта сила может быть возвращена? А если она не сможет вспомнить? Тогда ты займёшь её место и сломаешь печаль. Я извиняюсь. Это только Мимель. Что ж... В этом нет твоей вины, Мимель. К тому же... Я... С радостью сделаю то, что требуется. Но... Это было... Мимель. И я должна была сама это сделать. Я не знаю. И я не знаю. Тогда... Тебе всего лишь надо вспомнить. Я постараюсь Вы не думали о том, что будет после того, как мы сломаем печать? Ведь Хаскалином может остаться, скажем так, оказаться не на нашей стороне Хаскалин, скажем так, в общем, у него довольно сильное понятие чести И он не будет сражаться с теми, кто его освободил Но все равно, даже если он был обманут Но то, что он принял другую сторону, остается фактом И если, скажем так, он так предан, тогда В первую очередь он будет верен, скажем так, своего, не знаю, мастеру Если бы на тебя напали, разве ты не стал бы, скажем так, использовать все методы, чтобы не умереть? И все наши усилия окажутся напрасными Если он не перейдет в нашу сторону Мы просто теряем это ценное время Я ведь могу рассчитывать на тебя? Да Но, если уж все так случилось То в любом случае, сейчас у нас просто нет другого плана К тому же, наш план уже приступил к исполнению И, рассмотрев все варианты Мы решили, что нам осталось только его закончить Ты ведь должен понимать Да, я прошу прощения Ну что ж, ситуация довольно сложная Так что, вообще, не сомневайся Что ж, однако я удивлен, что ты столь предусмотрительен И я рад, что ты захотел нам помочь Я благодарю вас Ну, тогда, что нам делать с ней? Конечно же, и для тебя тоже найдется Какое-то задание Чтобы разрушить печать, которую сдерживает Хаскалина Нужны ключ И сила, которая его освободит Без этого ничего не получится Мимель уже с нами И все, что осталось Это найти ключ Я хочу Что? Скажи так Ты нашел этот ключ? Но, естественно, тебе не придется делать его самому Ведь это работа Гриров Вам только осталось собрать материалы А что касается Мимель Мимель пойдет к Мисси Зигам Похоже, она сильно к тебе привязалась Хорошо Если хочешь, ты можешь пойти с ним Ведь она Я думаю, если она будет рядом с тобой То, возможно, ее сила самая Вернется к ней И Или, возможно, во время вашего путешествия Она найдет способ, как это можно сделать Зиг, пожалуйста Возьми меня Возьми меня с собой, имеется в виду Зиг Харт Я надеюсь, ты не против Но Только если ты будешь слушать, что я тебе говорю Да Ну что ж Эрнест Я приму ваше предложение Ну В общем Я знал, что тебе можно положиться Но Все равно Где нам лучше же В честь своей поиски Но Я думаю, сначала стоит Посетить Ашей Ашех Не знаю И встретиться С лидером Гриров И Я думаю, он расскажет То, что вам нужно собрать Однако Найти этот город не так просто Я слышал, что среди твоих солдат Есть человек родом из Лидеров И Ницо Ведь так? Да Что ж Я думаю, что тогда ты можешь Взять его С собой Чтобы он тебе показал путь Также ты можешь Взять половину своих Солдат И да Еще кое-что С вами отправится моя дочь Я знаю, что она еще очень молодая Но я думаю, что Она сможет вам помочь Спасибо Тогда Я хочу Отбыть как можно скорее А где дочь его? Не понял А вот эта дочурка, походу А, вот, кстати, ваш Тор Ну, кстати, светлый ваш Тор Тикард Ваш Тор? Давно не виделись Тогда Что? Что он сказал? Не понял Да Похоже, что Я не заинтересовал ее Но в любом случае Я рад видеть тебя Целым нередимом И У тебя все в порядке? Ну Вообще Все как всегда Даже на самом деле Я чувствую себя намного лучше И Я намного больше рад тому, что Никто не пострадал Но Ты никогда не меняешься Ведь Ведь Именно за это Тебя и любят Так Катакристо Камай И Позволь мне Сказать тебе Временами Ты слишком серьезно Ко всему относишься Как товарищ? Как товарищ? Что ж Тогда Разрешите мне тоже вам дать совет? Похоже, что Это Вы слишком Серьезно Ко всему относитесь Вам не кажется? Потому что Я думаю Что Вам стоит Поперечь силы И немного отдохнуть Зачем Грин? Зачем Так Поступил Ну что ж Я благодарен За Скажешь так За Такое предупреждение Я постараюсь сделать Все, что Мои силы Я надеюсь Когда-нибудь Что там он сказал Ну в общем Я надеюсь Что однажды Твоя спутница Скажем так Перестанет Смотреть на меня Таким Взглядом Полным ненависти Не знаю А че он нам Ваш торт опилит Похоже Скажем так Мы еще не скоро Закончим на войну Ой все Я не могу Слушать эту озвучку Царскую Ну блин Грин Извини Моя озвучка Она ужасна Я знаю Ну господи Знаешь Как меня напрягает Сидеть И вот так вот Переводить Я бы с удовольствием Проигнорил Просто все это И могу вообще Без перевода Играть Потому что я лично понимаю О чем они говорят Но что более важное Те силы Что противостоят нам Скажем так Невозможно Так просто одолеть И Эти ларвы Которые Эти ларвы тьмы С их невероятной силой Которые постоянно Проникают в наш мир Да Я тоже ларва Но Скажем так Я не знаю Как долго мы еще Сможем подержаться И Я надеюсь Что благодаря твоей силе Что ты получила Нам будет намного легче Именно поэтому Я хочу Чтобы ты Выполнил Это задание Ну Я конечно С удовольствием приму Скажем так Это так сведения Но Как долго еще Продлится эта война Я уж не думал Что Я услышал такие слова От тебя Что случилось Неужели Ты Устал От соржений Да нет Все не так Просто Мне кажется Что это Бесконечная война Начала менять этот мир Тебе так не кажется Да Возможно так оно и есть Но Именно поэтому Мы должны сражаться И По поводу того Что ты сказал Я думаю Что эта война Вскоре закончится Но Только тогда Когда одна из сторон Будет уничтожена И Что После этого Закончится Ненависть И переключаться Разрушение Ты действительно Так думаешь Но В любом случае Она однажды Закончится Но Мы не можем Ждать этого Мы должны Положить этому Конец И Сами Стоять свое будущее Но Все это Мало тебе Поможет И Поэтому Сейчас нам надо Стреточиться На сражениях И думать о том Как выиграть Да Я думаю Ты прав Что ж Прости Что я сдержал Тебя И Мне пора Возвращаться Ты Возвращаешься Да Я должен Знать Как эти Создания Мы Проникают Сюда И Как только Я что-нибудь Узнаю Я Сразу Сообщу тебе Я Рассчитываю на тебя Возвращаюсь 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 Да Я тоже Я тоже Жду того дня Когда мы сможем Вместе сражаться Он Страшный Но добрый Да Возвращаюсь 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 Ведь Ведь если бы Не он Эти земли Давно были бы Разрушены Силами Тьмы К тому же Он Сражается Вместе с нами Ничего не просяв Взамен Именно поэтому Мы Должны постараться Да 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 Продолжение следует...